В спортивном комплексе «Триумф» прошли открытый чемпионат и первенство городского округа Люберцы по тэквондо, а также детско-юношеский фестиваль «Дружба». Тему продолжат мои коллеги. 13-летний спортсмен из Беларуси Дмитрий Новицкий занимается тэквондо 6 лет. У него первый взрослый разряд претендует на звание кандидата в мастера спорта. Это красивый вид спорта, и мне нравится им заниматься. В этом виде спорта вообще мне больше всего нравится, как выступают россияне и корейцы. У них очень красивый вид боя, и они борются до конца. Спортсмен должен защитить слабого и всегда прийти на помощь человеку, который находится в беде. Более 70 спортсменов из соседней республики приехали на турнир. Соревнования приурочены ко дню единения народов России и Белоруссии. Мне очень приятно, что эта дата не проходит мимо среди тех людей, которые выросли в Советском Союзе. Спорт – это, наверное, та объединяющая сила, которая объединяет все народы. Приехали участники соревнований из Белоруссии при поддержке благотворительного фонда абсолютной чемпионки мира по боксу Натальи Рогозиной «Спорт, здоровье, жизнь». Хотим поблагодарить отдельно нашего федерального спорта, специализированного застройщика киноцентра, благодаря которому нам удалось прийти белорусских спортсменов. Пусть сегодня победит дружба. Спорт не только укрепляет здоровье и дружбу, но и вдохновляет. Режиссер, сценарист, актер театра и кино Александр Кулямин пообещал снять фильм про тэквондо. Я совсем недавно познакомился с Тэквондо и с большой радостью, с таким трепетом, сливил за победой этого вида спорта в прошлом году на Олимпиаде. Такой красивый вид спорта. Он достоин того, чтобы снять про него красивое кино. И мы сделаем это. И увидимся со всеми с вами на премьере. В соревновании приняло участие более 500 спортсменов из Иваново, Калуги, Казани, Москвы, Московской области и Республики Беларусь. Люберецкий округ представили 123 спортсмена.